В Шадринске прошла официальная тренировка перед командным чемпионатом мира по спидвею. В предстоящие выходные на стадионе Торпедо пройдет соревнование сильнейших мотогонщиков планеты. В закрытом гараже идет работа над настройками мотоциклов. Гонщики вместе с механиками вносят коррективы. А на ледовом треке спортсмены проводят официальную тренировку перед предстоящими соревнованиями. Каждой команде дается несколько минут, чтобы сделать несколько кругов, попробовать старт, привыкнуть к ледовому треку. Отметим, что соревнования в некоторых странах проходят на закрытых стадионах. Мне нравится трек в Шадринске. Жесткий, хороший лед. Примерно такой же, как шведские треки. Такие стадионы я люблю больше, чем закрытые. Здесь натуральный лед и холодная зима. Сборная команда России становилась чемпионом мира 23 раза. Причем за последние годы 15 раз подряд. А остановила золотую серию нашей команды как раз таки команда из Швеции. Становясь чемпионом в 1995 году в Германии и в 2002 году, когда гонка проходила в российском Красногорске. В этом году у нас действительно хорошая команда. Я надеюсь, в эти выходные мы возьмем серебро. Вместе с Мартином и Увы мы показали хорошие результаты в Астане. Я с нетерпением жду выходных и уверен, что его ждут и фанаты гонок. Я люблю свой мотоцикл. В него вложено много сил и моих, и моих механиков. Они сделали хорошую работу. Поэтому ничто меня не остановит. На ледовый трек стадиона «Торпедо» выйдут сильнейшие гонщики из России, Австрии, Германии, Чехии, Финляндии и Швеции. Честь нашей страны будут отстаивать Дмитрий Колтаков, Даниил Иванов и Дмитрий Хамецевич. Приехали мы с Астаны, с первого этапа чемпионата мира в Каменске подготовились. Ну и приехали вчера сюда. Сегодня первый день тренировки официальная. Пока все хорошо, организация на высшем уровне. Ждем завтрашней гонки. Всегда положительный, хороший настрой. Судить мировые гонки будут представители Франции, Польши, Финляндии и России. На мероприятие аккредитовались свыше 30 журналистов, фотографов и операторов. В том числе и представители официальной съемочной группы Международной мотоциклетной федерации, состоящей из граждан Испании и Франции. Без сомнения, болельщиков ждут незабываемые яркие моменты большого шоу. Фанатов и гонщиков не может не радовать и погода. По прогнозам синоптиков, нас ждет вполне теплая погода с температурой воздуха минус 8, минус 10 градусов. Напомним, соревнования пройдут на стадионе «Торпеда» 10 и 11 февраля. Начало заездов в 13.00.